Всем вкусного новогоднего компотика! С вами Енот! И так как разработчик ТАПСа нам не выкатил обновлений для нового года, хорошо, что есть энтузиасты, которые взялись за это своими руками и создали вот таких вот прекрасных Санта-Клаусах и вообще новогоднюю модификацию для ТАПСа. Она, конечно, небольшая, но всё равно интересная. Как вы могли заметить, у нас здесь идёт снег, и не важно, что деревья не снегу. Абсолютно не важно, всё хорошо, всё нормально. Итак, в году у нас 12 месяцев, вот у нас 12 Санта-Клаусов, или, по-нашему, Дед Морозов, давайте уж по-нашему, да, называйте. Дед Морозов, 12 Дед Морозов пришли нести подарки в ТАПС. Но ТАПС не особо приветливо их встретил, потому что для них это чуждо, они вообще не поняли, что происходит. Официального обновления в ТАПСе не было, значит, это какие-то, какие-то пришельцы. И ТАПС восстал, конечно же восстал. Первыми, кто восстали, у нас были вот эти вот ребята, то есть Древний мир. У нас добавили, кстати, вот дубинчиком, добавили шапочки такие классные. Классные, прекрасные, прекрасные шапочки. Новогодние, я думаю, что они уже склонены на сторону Нового года, но пока что этого ещё не осознали. В общем, наши 12 Дед Морозов будут стараться переубедить ТАПС в том, что Новый год это классно. И давайте посмотрим, как же они будут это делать. А вот как они будут делать. У них очень классная атака, они стреляют подарками, и на карте возникают деревья, снеговики и бомбы. Как ни странно. Да. Ух ты, смотри, один пробрался. Ха-ха-ха, один пробрался, ты погляди. Но, нам всё не так просто. Всё не так просто, потому что Дед Морозы могут ещё прыгать. Дед Морозы также и для себя не совсем хороши, потому что они могут взрывать ещё и себя. И в данном бою наши Дед Морозы побеждают, конечно же. Конечно же побеждают, всех одаривают подарками, ёлками, снеговиками и тому подобными подарками. Вот. Всё замечательно. Древние люди приняли Новый год, с ними разобрались. Ха-ха-ха, Дед Морозы идут дальше. Следующими были фермеры. Фермерам, конечно, непривычно вдруг принимать подарки. Да и вообще, пошедший снег тоже им не понравился, так как все посевы замёрзли, помёрзли и морковки так и не уродилось. Что их изрядно расстроило. Ну, вы можете понять их чувства, я думаю. Да, и поэтому, когда на горизонте у них возникло 12 Дедов Морозов, они ощетинились, собрали войска, чтобы дать им отпор. Я, кстати, это я, да, состою в войске Деда Морозов, потому что я за то, чтобы дарить праздник и компотик. Я им всем в подарок порасовал ещё компотик. Ну, немножко взрывоопасно, но ничего страшного. Сейчас мы вместе с Дедами Морозами будем переубеждать фермеров в том, что Новый год это круто. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Итак, погнали, посмотрим, получится ли у наших Дедов Морозов. Дар переубеждения, пошёл. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, снеговики, ёлки. Заслон, ты погляди, заслон пошёл. Просто прекрасный заслон из ёлок, который не так уж просто пройти. Но смотри, хоббиты некоторые дошли. Дошли школьники. О, как всё летает, как всё прекрасно. Фейерверки. Замечательно. Все летают, все подпрыгивают от счастья. Всем хорошо, всем замечательно. Всё отлично. Кстати, косильщицы-то у нас более, намного более живучие, поэтому... Ну, нет, они тоже не смогли. Смотрите, сколько у нас ёлок, сколько снеговиков. Сколько всего праздничного, сколько хлопушек. Кто ещё остался в живых, скажите мне, пожалуйста. Наверное, кто-то застрял под ёлками, и наши Деды Морозы... Ну, я думаю, что наши Деды Морозы его ещё... В общем, обернут свою веру в Новый Год и чудеса. Потому что в этом моде иногда случаются такие глюки. Из-за того, что спавнятся ёлки, некоторые персонажи могут проваливаться под землю. И тогда Деды Морозы никак не могут их достать. Ни в какую. И это бесполезно ждать. Будем думать, что мы фермерам принесли Новый Год и едем дальше. Следующий у нас Король Антошка. Как видите, Король Антошка чуть-чуть приуныл. Приуныл, ну, наверное, зимняя хандра на него какая-то напала. И он сам не понимает, что он делает. Даже одноглазый Матфей. Одноглазый Матфей. Да, у него глаза в кучу настолько собрались, что как будто один глаз у него остался. Так он пытался нашего Антошку развеселить. Настолько, столько стараний он прилагал. Но всё безрезультатно. Антошка никак не хочет веселиться. Впал в хандру и всё здесь. Поэтому, когда на пороге возникли какие-то там Деды Морозы, наш Антошка это не воспринял с энтузиазмом. А взял своё небольшое войско, потому что остальное войско он разогнал. Сказал, вы мне все не нужны. Оставил только самое необходимое. Вот, и сейчас наши Деды Морозы со мной вместе, конечно же, конечно же, Ено тоже здесь попытаются, попытаются вытащить Антошку из его хандры. Ну что, поехали. Вперёд. Ну давайте, Деды Морозы. Ох, сразу колянчик-то колянчик зарядил только путь своим камнем. И некоторых Дед Морозов даже успел побить. Антошка, Антошка дошёл до Деда Морозов. И вы знаете, его даже, его не волнуют ни ёлки, ни снеговики. Антошку, Антошку не подбрасывает это всё. Его абсолютно, он не переживает по поводу его. Он просто идёт и рубит всех мечом. Вы знаете, Дед Морозы сейчас под угрозой. Деды Морозы под угрозой. И видимо, видимо, да, видимо, даже Деды Морозы не смогут подарить Антошке счастье. Не смогут, к сожалению, к сожалению, мне кажется, что это не получится у наших Дедов Морозов. Они сдел... Они, ну, пока ёлки защищают Деда Мороза, да. К сожалению, к сожалению, даже 12 Дедов Морозов не смогли вывести Антошку из хандры. Или как это на это посмотреть? Смотрите, голова-то у него выпрямилась. Голова-то у него выпрямилась. А значит, Антошка согнал свою хандру. Ему просто нужно было начистить кому-нибудь моську. Что? Что и получилось. Так что я поздравляю тебя, Антошка. Всё же Деды Морозы, даже проиграв, смогли выиграть. Чудо, чудо. Далее Дед Морозы, руководствуясь сугубо добрыми намерениями, хотели поставить самую высокую ёлку. Ну, а где же поставить самую высокую ёлку, как не вот в этом вот пантеоне, в этом храме? Вот они сюда и пришли, чтобы поставить здесь самую классную, самую пышную, самую высокую ёлочку во всём тапсе. Но, к сожалению, не смогли, не успели. Только пришли ставить, но сюда вернулся Зевс. А Зевсу не нравится, когда в его пантеоне есть нечто больше, чем сам пантеон. Поэтому, чем колонны до камней, ему не надо здесь никакую ёлочку. Так что Зевс явно против всего этого. Сейчас мы посмотрим, смогут ли наши Деды Морозы. И со мной вместе, конечно же, я что же праздник-то дарю. И, конечно же, сможем ли мы переубедить Зевса в неправильности его осуждений. Поехали! Итак, Дед Мороз спускается, лучники уже стреляют, бам-бам! Хо-хо-хо-хо-хо! Ох ты, погляди, как высоко! Я не думал, что настолько высоко ёлочка может запустить тебя в полёт. Ха-ха-ха-ха! И снеговики здесь, и всё. Я не знаю, как нашим Дедом Морозом кто-то будет продираться через вот это вот всё. Я не уверен, что это вообще возможно реально. И как это всё делать? Я не думаю, что это как-то получится. Где наш Зевс? Зевс, кстати, здесь лежит. Зевс, по-моему, один из последних. Нет, смотри-ка, Зевс начал стрелять. Начал стрелять по Дедам Морозам! Ему абсолютно всё равно, сколько здесь ёлок. О, подарочек залетел. Подарочек залетел, и сейчас упадёт. И взорвётся новой ёлкой. Господи, что здесь творится? Что здесь происходит? Вот так. А если бы Зевс не присо... Вот хотели поставить одну ёлку. Но, как вы видите, из-за того, что пришёл Зевс, поставили всё у нас тут. Теперь в ёлках. Абсолютно. Абсолютно всё. Так что Зевс, как бы он не хотел, чтобы в его пантеоне не стояло ёлок. Теперь их здесь даже больше, чем одна. Да, Зевс, я уверен, что ты не ожидал такого. Ха-ха-ха-ха! Смотри, вместе со снеговиками весело живётся нашему Зевсу. Так или иначе, я уверен, что Зевсушка не ожидал такого исхода событий. Наши Дед Морозы всё равно смогли добиться своего. Если они не поставили самую высокую ёлку, то зато они сделали очень много, пускай и низких ёлочек. И в эту стезю у нас тоже, в эту эпоху тоже пришёл Новый год. Едем к следующей. А для переубеждения Ренессанса, нашим Дедом Морозом пришлось позвать подкрепление. А именно вот этих вот прекрасных древних людей, которые согласились быть эльфами. Да, ну такие, знаете, эльфы с дубинкой, а почему бы и нет. А у наших Дед Морозов. Ну и, конечно же, я тут где-то в затыке немножко стою, но ничего страшного. Я буду на подхвате, конечно, своим компотиком всем, одарять всех компотикам и любовью. Вот, но в Ренессансе тем временем есть художники, вообще они больше всего недовольны тем, что холодно. Тем, что холодно, потому что явно их одежда, как вы видите, не приспособлена к переносу минимальных температур. Поэтому, а этому человеку вообще очень холодно. Нашему Гришке-младшему очень холодно, да, потому что он в доспехах, конь в доспехах, человек в доспехах. Доспех, когда замерзает, это ужасно холодно. Нашему Довинчи вообще здесь сквозит, сквоздяк, сплошной сквозняк. Так что, от Нового Года им одни, ну, одни неприятности. Вот они и решили прогнать этот Новый Год. Давайте же посмотрим, сумеет ли Ренессанс прогнать Новый Год, или же мы всё-таки их переубедим, что это всё очень-очень круто. Поехали! Погнали посмотрим. Итак, Тандавич начинает, конечно же, всех лупить. Все подбрасываются в воздух подарками, и, видимо, наши защитники-то все полегли от Дедов Морозов конкретно. Да. Ха-ха-ха. О, кто-то зацепился, ты гляди. Кто-то зацепился, ты посмотри. О, вот это покатаешься, вот это карусель, так карусель, карусель, карусель. Ха-ха-ха, замечательно, замечательно. Танк Довинчи тем временем отрабатывает весь свой механизм. Явно Довинчи не хочет праздника, но ёлки, ты погляди, как ёлки мешают стрелять танку. Мешают, просто его шары, ну, не совсем долетают. О, Дед Мороз сами под себя бомбу кинули. Ну, вы молодцы, конечно. Молодцы, прекрасные, просто изумительные, что вы только не делаете. Та ох, Танк Довинчи взлетел. Вы когда видели, что Танк Довинчи взлетал? Ну, кроме как папочка этих земель его мог переворачивать, но не так. Даже, даже он на это не способен. Ты посмотри. Смотри, какие кульбиты делает. Смотри, как Дед Морозов это новогоднее чудо у нас происходит. И, тем не менее, ты посмотри, не могут. А-а-а, Антигришка, да, ещё кое-кому очень не нравится Новый Год, как мы видим. Ужасно не нравится, поэтому он выжил в своих доспехах замёрзших. Да, смотри, так всё-таки Довинчи добился того, чтобы у них в Ренессансе конкретно Новый Год закончился. Но внутри Танка Довинчи Новый Год никогда не закончится, потому что у него теперь есть новый друг, да, новый друг Снеговик. Вот так вот. Новый друг Аркаша, Аркаша Снеговик, знакомься, Довинчи, теперь тебе с ним жить, да, ты правильно на него смотришь, да. Это теперь, это теперь навсегда. Вот, ну и плюс, всё равно праздник, праздник мы принесли, даже, по-моему, больше, чем на другие карты. Столько ёлок, ещё не было ни на какой карте. Ну и, конечно же, как не принести праздник Нового Года к пиратам? У них тут так всё жарко, так всё тепло, надо немножко охладить их пыл. Да, их задор. Ну, конечно же, пираты этому недовольны, естественно. У нас здесь Юнги, у нас здесь Боря, Боря с своими друзьями, у нас здесь Серёжка, молодец, конечно же. Капитан, Джульетта с Джо Соловьём уехали отдыхать куда-то там, так что их здесь нет. Кузнечик Боб, который выпрямил себе руки, видимо, да, молодец. Против, конечно же, наших 12, опять же, Санта-Клаусу, которые приехали сюда, чтобы наводнить, насадить здесь ёлок и превратить всё, дать этому месту новогоднее настроение. Давайте же посмотрим, получится или нет. Ну и я там, конечно же, как фермер. Итак, первая ёлка посажена. Серёжа, Серёжа притянул праздник себе. Настолько он хочет отпраздновать. Молодец, Серёжа. А Серёжа молодец, я всегда об этом говорил. Итак, как бы пираты не сопротивлялись, но вы видите, вы видите, что Новый год есть Новый год. Вот, гарпунёры стараются зацепить наших Дедов Морозов, но, ооо, капитан, капитан больше всего разгневан, потому что Новый год нужно давать работникам, точнее, своим грабителям больше, больше пиратам зарплаты и всего прочего. Это ему не нравится, ему не нравится делиться награбленным добром. Более, чем это требует их пиратский кодекс. А Новый год к этому обязывает буквально. Нужно что-то дарить. Поэтому он рьяно сопротивлялся, но, как мы видим, не смог. Не смог, хотя и выиграли. Выиграли пираты, а именно Кузнечик Боб. Кузнечик Боб, я тебя поздравляю. Ну и Боря здесь ещё немножко застрял на помостках. Ну, ничего, бывает. Так или иначе, мы принесли Новый год и сюда. И сюда, хоть и не смогли его здесь удержать. К сожалению, да, у пиратов быстро растают снега, но... Пираты есть пираты, независимые, что с них взять? Ну и, конечно, Смертиния Радикулитовна. Невозможно обойти стороной эту прелесть косой. Даже в рифму получилось. Конечно же, нас ждет Бороза и я пришли сюда, чтобы принести в самое зловещее и страшное место Новый год. И праздник, и чудеса. Но Смертинию это не по нраву, понятное дело. Ну, кому бы это было по нраву, если бы вы были скелетом? Да не кому. Зачем вам нужен Новый год? Что, новые кости дарите? Так, костей много. Ну и тому подобное. Но Смертиния недоценила новогоднего чуда. По новогоднему чуду дуновение мышки магической Дед Морозы оказались со всей стороны. И справа, и слева, и позади, и спереди. Да, вот. И я, конечно же, во главе всего этого действия. Давайте посмотрим, сможем ли мы, сможем ли мы в это темное-темное место принести хотя бы Толику праздника. Поехали! Давайте, за Новый год! Вот! Вот прекрасно! Салют из скелетов. Где бы вы еще увидели салют из скелетов? Видимо, нигде. Да, видимо, нигде вы этого больше не увидите. Единственная Смертиния Радикулитовна. Неподвластная, неподъемная Смертиния Радикулитовна. Которую никто почти не может поднять. Ну, немножко взлетела да взлетела. Ничего страшного. Давайте посмотрим, что будет дальше. О, господи, она уже подъезжает. Смертиния уже подъезжает к нашим Дедам Морозам. Замах косой. И Дед Мороз полетел охлаждаться в воду. Ну, ничего, он ее заморозит и выберется оттуда. Второй Дед Мороз сейчас тоже... О, смотри-ка. Второй Дед Мороз мне, ну, не дала. Ну, не дала, не дала ударить даже скелету-то. Опа, все, смотри, меня уже подняла. А вот я, видите, со Смертиния, я ее пытаюсь уговорить. Это я ее так уговариваю. Типа, ну, прими праздник, прими праздник. Ты посмотри, ее ничего не берет. Ее ничего не берет. Ни взрывы, ни праздники, ни хлопушки, ни елки, ни снеговики. Абсолютно ничего. Совсем. Совсем. Ну, вот явно она не любит праздники. Ну, не любит праздник, хоть ты тут тресни. Хоть ты тут тресни, всех почти завалила Деда Морозов. Бомбы ее не берут. Ну, вот не берут. И деревья. Она пролетает мимо всех деревьев, как будто их не существует тут рядом с ней. Совсем. Совершенно. Ух ты! Вот это в полёт отправили. Вот Дед Морозов всех отправляли в полёт. И Дед Морозов тоже Смертини Радикулитовна умеет отправлять. Ну что ж, неужели, неужели так и не поддастся Смертини Радикулитовна празднику? Нет. Нет, ты посмотри. Она непреклонна. Она непреклонна. Она... Сама... Сама горечь. Да. Сама горечь, сама печаль. В её мире не место празднику. Она, конечно, ещё долго будет срубать все эти ёлки со своей карты. Мы... Ну, может быть, мы хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть пробудили в ней новогоднее настроение рождественское. Кто его знает. Будем на это надеяться. Что ж, вот так вот мы привнесли в ТАПС немножечко Нового Года. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, понравился этот новогодний мод. Может быть, разработчики что-то ещё и сделают новогоднее, но пока что это неизвестно. А вам всегда самого вкусного новогоднего компотика. До новых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова